запись. Ну вот, поехали. Я сегодня подготовила для вас красивую презентацию. И сегодняшняя презентация будет нацелена не только на тех людей, которые вообще ничего не понимают в астрологии, а я думаю, тем, кто учился, у меня тоже будет суперинтересно. Заявленная тема. Так, предназначение. Сразу огромное вам спасибо за то, что мы не работаем с темой денег. Вот она мне очень уже надоела. Мы последний месяц, наверное, топчемся в Инстаграм все время вокруг денег, деньги, 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 деньги. Маша, я буду держать себя в поле зрения, если вдруг звук пропадет или изображение пропадет, ты мне машешь, хорошо? Да, конечно. Сейчас все слышно, все видно. Ну, тебе достаточно просто махать, не буду тебя заставлять микрофон включать. Сейчас все слышно, все видно. Ну, окей. Кто меня не знает, кто присоединился, там мне вчера очень многие мои друзья поддержали, репостнули. Кто меня не знает, меня зовут Евгения Стопцова, я астролог и психолог. Здесь есть номер моего ватсап, но так как презу я потом тоже вам скину в группу, в зум, вы сможете потом, если что, ко мне обратиться. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь в основном тем, что сейчас выключаю микрофоны. Сейчас я с этой задачей справлюсь и расскажу более глобальные. Я консультирую, я помогаю людям, я консультирую и обучаю. И, естественно, астрология, как вы знаете, это уже отдельная совершенно профессия, даже отдельная от психологии, отдельная от любых других там коучинговых направлений. Астрология в последнее время набирает обороты. И чем крута астрология? Мы как раз сегодня будем об этом говорить. Если вы учитесь строить свою натальную карту, то вы практически все о себе можете узнать, потому что ваша натальная карта – это инструкция к вам самой. И там не только, как деньги зарабатывать, и там не только, когда вы замуж выйдете, сколько детей вы родите. Там есть очень неконкретная прогностика. Прогностика – это какие события можно ожидать в следующем месяце, для чего следующий месяц, для чего вот этот год. Ну, к слову говоря, у меня в мае был день рождения, вот для меня вот этот год, весь год до следующего дня рождения – это про публичность. Кто астрологи знает, это перводомный год, да, понимаете, о чем я говорю. То есть я должна вот везде блистать, поэтому мы сегодня параллельно с Путиным выступаем, да, вот наша аудитория разрывается буквально. Куда бежать? Скорее всего, Маша смотрит одновременно и меня, и его, да, Маша? Хорошо. Я практически астролог, я люблю практически подходить ко всем вопросам астрологии, и в том числе учить вас на этом зарабатывать. Поэтому сегодня будет даже зарабатывающее задание. Девочки, кто уже учился, возможно, будет информация повторяться, но послушайте, повторение мать учения. Итак, тему вы выбрали сами, мы оставляли голосование, и вы выбрали именно энергию и предназначение. Это очень круто. Сейчас расскажу пару слов и о том, и о другом, и будем прям карты строить, и буду вас разбирать. Итак, ваша энергия. Давайте вернусь сначала сюда, чтобы вы не читали сразу слайд. Ваша энергия. Ваша энергия – это вопрос двух факторов. Как вы ее накапливаете и как вы ее не сливаете. То есть насколько аккуратно и бережно вы с ней обращаетесь. Потому что каждое утро мы встаем со ста процентами заряда, условно говоря. Вот телефон. Кто заряжает телефон на ночь? Помашите руками. Ой, руками, головой. Помашите головой. Заряжайте, да? То есть мы ставим на зарядочку и пошли спать. Утром просыпаемся, у нас сто процентов. Что мы можем с ним сделать? Мы можем сесть, сразу видосы смотреть. И сгорела батарейка уже до обеда, да? Мы можем аккуратно там зайти по чатам, пройтись, выключить телефон, уйти заниматься своими делами. Тогда батарейка дотянет до вечера. Опять же, все зависит от модели телефона, от его возраста. И у нас это тоже так. И чем мы старше, вот мне, например, уже 43 года. Чем мы старше, тем бережней нужно относиться к своей батарейке. И тогда первое, что мы с вами рассмотрим, как наполняться. То есть в какой штепсель, в какую розетку вам обращать внимание в вашей карте для того, чтобы всегда быть заряженными с утра, всегда быть бодрыми. Астрология – это про действия. Ну, не знаю, у кого как, моя точно только про действия. И здесь вам нужно обратить внимание на ваше солнце, на ваш солнечный знак. Как его узнать? Вы все знаете, под каким знаком вы родились. Почему-то у людей вот не стыкуется солнечный знак и знак зодиака. На самом деле, ваше солнце – это и есть ваш знак зодиака. Если вам с детства всегда говорили, что вы водолей, девочки, ну, у вас, собственно говоря, солнце в водолее. Если вам говорили, что вы козерог, значит, у вас само солнце в козероге. И тогда здесь я написала знаки зодиака и перечислила, вот у меня целых два слайда это заняло, перечислила, какие действия ежедневные у вас должны быть для того, чтобы вы чувствовали себя заряженными. Это не тот момент, когда вы с утра, ну, например, телец, вкусно поели. Да, возможно, да. Но вот у Овна там лидерство. Но с утра можно не вместить это самое лидерство в свой график или в свой образ жизни. Но тогда нужно понять, что в течение дня вы можете что-то делать, и это накапливает энергию на ваш следующий день. Давайте здесь вас уже поразбираем. Сейчас я посмотрю чат. А, тут уже кто-то мне помогает. Маша помогает. Может, надо куда-то нажать. Перезагрузка не помогла. Ага. Давайте пишите сначала не ваши данные, потому что ваши данные я оставлю для карт. Опишите, пожалуйста, ваш солнечный знак, чтобы я конкретный пример привела. Потому что у меня к вам есть задание сейчас прямо написать мне, что из тех действий, которые есть в слайдах, вы уже делаете и что уже помогает. Вот, пожалуйста, у нас кто-то написал рак, да, целых два рака. Смотрите. Для раков супер важна семейная поддержка. Для раков супер важна ситуация жилетки. Это можно совмещать, это можно вкушать по отдельности. Например, каждый день вы звоните кому-то из родственников, прямо вот по графику. Я так и живу, и мои клиенты тоже. И спрашиваете, как дела. Позвонили маме, позвонили папе. Тут же вы понимаете, что ссора с мамой, ссора с папой сливает вашу энергию. Ситуация жилетки, когда вы позволяете кому-то вам плакаться. Вы на самом деле очень любите раки. Кого-то утешать, жалеть, кому-то оказывать поддержку. И здесь не обязательно про то, что вы берете кого-то на поруки, да, это как это называется. Кого-то берете в обязанности постоянно человека, вот, значит, мониторить. Нет, этого не нужно делать. Но вы можете сделать из своей жизни профессию. Вы будете прекрасным опеку, да. Вы будете прекрасным психологом. Вы будете прекрасным астрологом в том числе. Вы будете прекрасным, ну, даже каким-нибудь любым физиотерапевтом, неважно. Когда вы будете в динамике отслеживать человека, вы будете его сопровождать. Вот рыбы. Давайте нырнем вот на этот слайд. Рыбы. Соединиться с природой. Рыбам буквально суперважно с этой природой соединяться. Мой муж рыбы, у меня вообще полный дом, кстати, рыб, он очень любит на рыбалку ездить. Сегодня он забрал дочку, у которой тоже рыбий асцидент. Вот они поехали на рыбалку. В 5 утра ребенок вообще даже глазом не моргнул, просто встал и поехал. Представляете, вот, насколько это важно. Она еще маленькая, она еще не сопротивляется. А у нас, у взрослых, есть такая штука, как сопротивление. И об этом я тоже буду говорить. Да, в принципе, прямо сейчас и начну. То есть, если вы, например, понимаете, что вам полезно гулять по улицам, обниматься с деревьями, ну, если вы рыбы, но вы все равно этого не делаете, потому что находитесь в ситуации эмоционального выгорания и простите в себе жертву. Сидите и говорите, так, я знаю, что мне это сейчас поможет, но так приятно сидеть, жертветь, но так приятно сидеть, рыдать. Бывает такое у вас, Маш? Я на тебя ориентируюсь. Бывает? Маша весы, да? Вот весы, пожалуйста. Смотри, Маш, сходить на выставку. Маша поступила учиться в Санкт-Петербург и переехала туда. Нет? Москва. А, Москва. Давай. Ты же, ты, у меня просто почему-то ассоциируется. Может, ты там что-то делала в Питере? Хорошо. Маша поступила в Москву. И, значит, она там учится. И вот она сидит и понимает, что она выгорает от занятий. Но при этом, зная, как астролог, что для нее прекрасным, солнцезажигающим, энергозажигающим действием будет сходить на выставку, слава богу, в Москве есть куда сходить, она не идет, а продолжает до потери пульса учить уроки. Бывает такое, Маш? Очень часто мы сами себе портим. Мы сами себя не бережем. А когда мы себя уже раз, два, три, день, два, три не сберегли, мы просто впадаем в невроз, потом в депрессию, потом в парасуицид, потом в суицид и все. Ну, это я вас так вот попугала немножко. Маша-то понятно? Поэтому я бы Маше в сопровождении или как астролог советовала бы распределить раз в месяц ходить по выставкам. Вот прям 25 числа каждого месяца. Хочу, не хочу, совершенно не важно. Я иду на выставку. А теперь мне хочется у Алины спросить. Алина, ты у меня тоже весы. Ну вот, отлично. Алина, как ты думаешь, любишь ли ты, пробовала ли ты подбирать одежду по комплектам себе? Подбирать комплектом себе? Ага. Прямо медитация такая, разобрать шкафы. Вот, разобрать шкафы. Вот, супер, разобрать шкаф. И ты знаешь, что тебе это нравится, ты знаешь, что тебе это всегда помогает. Ты, например, какое-то время не обращаешь внимания на то, как ты одета, а потом начинаешь не просто выгорать, а начинаешь орать на мужа, а потом на детей. Потому что ты на самом деле своей жизнью недовольна. И тебе то же самое. Каждое воскресенье я делаю себе луки, прям навешиваю и их ношу. И Алина вот не даст соврать, что люди на самом деле, она тоже практикующие специалисты, астролог в том числе, люди на самом деле очень часто загоняют сами себя в тупик, из тупика выбираться не могут. И, к сожалению, приходят к астрологу за каким-то суперволшебным действием. А на самом деле, или суперволшебным знанием, девочки, вот еще я это люблю, да? Где моя энергия? Спрашивают они. Рассказываешь, ваша энергия в том, чтобы развесить вещи по комплектам. Ваша энергия в том, чтобы обниматься с деревьями. Иди делай. Но человек не делает, а просто ожидает, что его энергия, например, в том, чтобы о себе что-то осознавать. Или, может быть, она в какой-то кармической судьбе. Или, может быть, мужа надо поменять. Часто, очень часто приходят, говорят, хочу развестись. Я говорю, давайте что-нибудь с вами сначала поделаем, а потом уже, если что, разведетесь. Так, сейчас почитаю ваши вопросы. Более-менее понятно, кто новички? Напишите. Готовлю душ каждый день, плаваю летом. Вот Лариса уже рак, да, по-моему. Вот, пожалуйста. Водные процедуры плавания 100% раком показаны. И готовить, особенно кормить других. Знаете, вы же можете не делать это своей профессией, например, раке, а вы можете в кармане всегда носить конфетку, печеньку, угощать кого-то. Правда? Это же очень просто. Мой муж Лев. Очень круто, что ваш муж Лев. Вот тогда Льву классно выступать на публичных мероприятиях. Не только ходить по светским, например, но и вообще выбрать себе профессию какого-нибудь мотивационного спикера. Или локально перед своей семьей читать нотации. Это тоже они любят. И желательно чаще ему хлопайте. Его это будет зажигать. То есть мы сейчас говорим о том, где вы берете свою энергию, из чего вы ее черпаете. И если, опять же, вернуться к нашим примерам, Алина, развешивая вещи, она наполняется энергией. Маша, когда ходит по выставкам, она наполняется энергией. Это надолго. И если вы делаете это достаточно часто, периодически, то вы вообще не будете испытывать сложности с тем, что вы встали с утра и вам делать ничего не хочется. Да, все понятно. Можно еще первый слайд. Вот он, первый слайд. И вслед за этим, так как я вам уже говорила, я очень люблю учить еще продавать. Прямо сейчас продать свои новые знания. Что это значит? В вашем окружении наверняка есть люди, которые сегодня на нашем вебинаре, семинаре, практикуме, открытом уроке не присутствуют. И вы можете сегодня сразу по окончании написать им, слушай, я уже знаю, какие-то базовые астрологические знания у меня есть, давай я расскажу тебе, как тебе поднимать свою энергию. И вы можете уже это продать в виде мини-консультации. То есть вы буквально берете мой слайд вот отсюда и все вот эти действия просто расписываете ему как план на месяц. Вот буквально план на месяц. Если бы я, например, кому-то из вас, ну вот давайте рыбам, Полина, да, у нас рыбы, если бы я кому-то из вас делала консультацию, и Полина бы пришла ко мне и сказала, я не могу, умираю, энергии нет, сил нет, вообще совершенно никаких, я бы сказала, значит так, сегодня идешь гулять в парк, первое, завтра гуглишь, где есть какие-то ретриты и покупаешь туда путевку. Даже если ты покупаешь путевку через два месяца, у тебя уже есть осознание, ощущение того, что ты туда поедешь, приходишь такая, вот я завтра уезжаю, кстати, надолго, вот у меня уже месяц лежат какие-то купленные салфетки, вот я уже отложила, что мне какие-то тетрадки нужно с собой взять, то есть Полина, собираясь, уже будет вот эту вот энергию разгонять внутри, генерить. Дальше, духовные ритуалы, тогда я ей скажу, Полина, каждое утро делать 20 поклонов, 20 поклонов своему роду, это будет духовный ритуал, и вот она пока кланяется, она, значит, думает о своих бабушках, про бабушках, испытывает к ним благодарность за свою жизнь, вот вам духовный ритуал. Дальше, любовь к ближнему, я говорю, Полина, находишь бродячую собаку или грустную соседку, и каждое утро делаешь комплимент и угощаешь едой, ну, понятно, угощаешь собаку, комплимент соседке, кстати, можно и наоборот, девочки, это тоже работает, любовь к ближнему можно по-разному проявлять. Дальше, большая вода, я говорю, Полина, либо каждый вечер медитируешь на водопад, классный, кстати, лайфхак, мы зимой научились с мужем включать на телевизоре на ютубе горящий камин, у нас есть камин, но когда он на большом телевизоре на стене, это так красиво, и я потом погуглила, есть также водопад, включаешь, Полина, на телевизоре изображение водопада и сидишь. Желательно, чтобы не было никого дома, чтобы тебя не обвинили в сектанстве или меня, кстати, не обвинили, или тебя в первой фазе сумасшествия, но просто сидишь и смотришь на большую воду. Большая вода рыбам всегда дает энергию, и не у всех рыб есть возможность куда-то поехать, полететь, или, как мой муж, просто взять в 5 утра уехать на рыбалку, хотя Полина, наверное, хотела бы. Вспомнить Бога. Здесь можно буквально пойти в церковь, буквально. Здесь можно взять, почитать что-нибудь про религию, если у тебя не откликаются церковные ритуалы. Все это прекрасно зайдет. Я тогда говорю, Полина, каждый вечер читаешь молитву, каждый вечер берешь там, я не знаю, Рериха, читаешь, или что-то подобное. Ну и почувствовать поддержку. Полина, раз в неделю, по средам пишешь пост и говоришь своим подписчикам, девочки, поставьте мне лайки, поставьте мне огонечки, поставьте мне что-нибудь еще, хочу вашу поддержку. Я, кстати, так достаточно часто делаю и прекрасно вообще это все прокатывает. Это понятно, можно, так, подождите, можно еще первый слайд, наверное, это я уже читала. Это понятно. Так, ставим плюсики, потому что я вас теряю, мне нужна ваша поддержка. Ставьте плюсики, что с этой частью мы разобрались и можем переходить дальше. Вот так проходят у нас уроки в астрологии, на астрологии, все, плюсики поставили, вижу. И вот ровно так мы учимся взаимодействовать, коммуницировать и астрологию преподносить понятным, четким, нормальным языком. И, наверное, это сейчас будет уместно для любой профессии. В наше время люди достаточно поверхностно воспринимают информацию. Людям правда некогда, девочки, правда некогда вникать. И искусство продаж, оно как раз про то, чтобы вы облегчили им жизнь и продали, показали, что у вас есть так, что человеку суперлегко принять решение. Например, у меня есть план на следующий год стать йога-тичер. И мне сделали предложение, они причем очень классно на меня вышли, через контекстную рекламу как-то, что-то как-то они мне забросили, что типа, если вы многодетная мать, а я многодетная мать, то вам скидка на курс йога-тичер 30 тысяч. Я думаю, о, класс, а я еще и телец, представляете, вот я тут у Тельцов написала, Тельцам очень классно считать деньги. Да я обожаю какие-то выгоды, да я обожаю вот это вот по пятницам, я сегодня буду шаманить, подбивать выручку недели, да вы, девочки. Вот я скажу Полине, Полина, а посчитай, сколько ты заработала, Полин, прости, я на ты, но я, а, ну мы с тобой на ты. Полина, посчитай, сколько ты заработала в мае и апреле. Полину это не зажжет, девочки. Ее это не зажжет, потому что она, если я ей скажу, а сколько людей ты спасла от ожирения, а скольким ты помогла, а какой вклад ты внесла, вот это ее больше именно зажжет, а меня зажжет деньги посчитать, прикиньте. Ну я считаю, ну конечно ты считаешь, потому что бизнесмен, естественно ты считаешь, ну конечно. Да, улетаешь, там наполняешься и прилетаешь обратно. Мы сейчас еще про Луну будем говорить, мы сейчас тебя раскусим. Вот, и тогда я просто вам хочу предложить вместе с сегодняшней продажей, когда вы будете себя пробовать, да, в роли мини-консультанта, обязательно еще презентовать себя правильно. То есть не просто человеку сказать, я сегодня была на уроке, сейчас я про тебя тут суперская что-то расскажу, а сказать, слушай, я знаю точно, как тебе свою энергию сберечь, не тратить и наращивать каждый день. И еще раз повторюсь, в каждой профессии сейчас-то суперуместно, мы должны учиться, уметь правильно людям презентовать себя и свои идеи. Поехали дальше. Напишите мне для активности в нашем чате и для того, чтобы вы не просто кино смотрели, а прям участвовали для интерактива. Напишите мне, что из предложенных мною действий вы уже сегодня по своему знаку зодиака попробуете. Пишите. Пишите, я вам очень хорошо это все проживала, я сейчас пойду дальше. У меня есть план. Итак, сейчас нам нужно будет сделать очень интересную вещь. Нам нужно будет научиться строить гороскоп. Кто умеет, уже прекрасно, кто не умеет, сейчас вам покажу. Гороскоп свой можно построить абсолютно бесплатно. Есть такая программа сотис. Вот она, сотис онлайн. Посмотрите, сотис онлайн.ру. Ну, в принципе, там в любом поисковике можно ее найти. Для того, чтобы построить свой гороскоп, вы нажимаете вот на эту вкладочку «Создать новый» и пишите абсолютно любые данные. Я сейчас возьму их из чата. Мне уже писали. Полина будет медитировать на воду. Супер. Валерия займется спортом. Супер. Маша пойдет в музей. Маш, из-за меня сходи. Алина покопается в шкафу. Алина, не просто покопаться. Подбери сережки к рубашке. Надень новый в свой браслет. Людмила дочитает книгу. Супер. Вот, видите, вы уже меня понимаете. Сейчас возьму первые данные, которые тут у меня были. И сразу покажу вам на реальном гороскопе. Солнце в весах в седьмом доме. Алина, да, ну, это тут чуть посложнее уже, да, с домами гороскопа. Мы сейчас к этому подойдем. Ну, вот давайте Алсу. Вот у меня есть Алсу. 18-е, 10-е. Ага, не туда пишу. 18-е, 10-е, сейчас сюда перепишу. 88-й. Полные данные говорить не буду для конфиденциальности, но кто в чате, тот видит. И мы сюда пишем 18-е, 10-е. Выбираем время. По времени рождения отдельный вопрос. Очень часто говорят, конечно, что я не знаю, я не помню. Во-первых, никогда несложно узнать. Можно поспрашивать не только маму. Если мамы нет или если мама в глухой несознанке, вы можете спокойно поспрашивать тетю, брата, сестру. Знаете, дают потрясающие просто результаты поиски. Кто-то все равно вспомнит. Во-вторых, есть роддома, которые прям ведут записи обязательно. И туда можно просто позвонить или сделать запрос. Ну, и в-третьих, всегда есть астрологи, которые делают ректификацию. Поэтому обязательно узнавайте свое время рождения. Вот мы построили горскоп Алсу. Что нам нужно? Как я уже говорила, энергию важно уметь накапливать, но также ее важно уметь не сливать. Когда мы сливаем энергию? Когда мы не отдыхаем? Когда мы не отдыхаем? Когда мы свою Луну совершенно не балуем? И сейчас мы будем с вами про Луну говорить. Практически все знают свой солнечный знак, но очень редко кто знает свой лунный. Вот у Алсу лунный знак козерог. Смотрите. И козерог стоит в четвертом доме. Что такое дома гороскопа? Очень кратко расскажу. Гороскоп – это такой кружочек, который разделен на 12 секторов. Условно говоря, 12 секторов – это 12 сфер жизни. И гороскоп читается против часовой стрелки. И тогда здесь можно подвести мышку и увидеть первый дом, второй дом. Это, кстати, дом денег. Вы все равно будете спрашивать, поэтому сразу скажу. Вот они ваши деньги. Вот у Алсу, кстати, очень много денег. Третий, четвертый. И тогда мы смотрим, где стоит Луна. Чисто графически мы видим, что эта точка входит в пространство четвертого дома. Это место от четверочки до пятерочки. И тогда Алсу просто запоминает, что у нее Луна в четвертом доме в Козероге. В четвертом доме в Козероге. Сегодня Козерога мы трогать не будем, но дома гороскопа – это будет суперинтересно. Сейчас покажу. Возвращаемся к нашему слайду. Я надеюсь, все уже нашли свои Луны. Все нашли свои Луны, а я потеряла нашу демонстрацию. Пишите, кто не нашел. Сейчас будем вам помогать. Так, с текущего слайда. Кто-то все время добавляется. Кто-то чего-то от меня хочет. Как не сливать энергию? Прорабатывать свою Луну. Кроме того, что это энергия, это еще ваша женская. Как называется сайт? Сейчас напишу. Сотис. Сотис. Ну, их на самом деле очень много, очень разных. Кто-то написал данные. Хорошо, если успею, посмотрю. Ну, нам сегодня самое главное, девочки, даже не карты ваши поразбирать. А мне бы хотелось дать вам инструмент, чтобы вы могли посмотреть себя, своих детей, своих мужей, своих подруг, своих мам, своих бывших. Это вообще суперважно. И тогда вы просто посмотрите, что у него Луна в козероге. Можете смело, да, утверждать, что он козел, потому что это как раз вот та самая энергия. Поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы не я вас поразбирала, а чтобы вы сами себя поразбирали. Поверьте, это прям будет вам суперполезно. Так вот, здесь я вам прикрепила табличку по домам Луны. Так, я не вижу Машу, но я вижу Алину. Алина, помаши мне, видно мой экран? Просто видно мой экран? Да, все нормально, все читается, ничего не мешает? Дом Луны. Здесь я вам написала те действия. У меня же Луна во втором доме получается. А я сейчас забью. Сейчас забью. Все нормально. Господи, кто-то там мне названивает. Девочки, еще раз, постройте в Сотисе свою карту. Вот прям не ленитесь. Этот навык, вы сейчас не просто так просидите, прослушаете меня, а он с вами останется навсегда. А, давайте не так мы с Полиной сделаем. Давайте мы вот так сделаем. Я сейчас включу демонстрацию. У меня есть профессиональная программа, которая называется Хронос. И я делала Полине консультацию. Вероятно, она тут должна у меня остаться, если я ее сохранила. Нет, Полины нет. Давайте еще раз построим карту. Сейчас, Алина, помаши мне, пожалуйста, сейчас видно мой экран. Да. Сейчас Полин построим. Сейчас построим. Вот, Луна в Козероге во втором доме. Вам важно быть богатой женщиной. Кто мне написал тут? Еще раз. Гороскоп. Создать новый. Сейчас, девочки, дойдем до данных. Не открывается. Ну, давайте на телефоне. О, гороскоп. Создать новый. Еще раз. Одинарная карта. Данные. 08. 03. 1984. Дальше уже не буду вслух говорить. И, ну, Санкт-Петербург тут по умолчанию всегда стоит из-за разработчиков. Вот, окей. Луна в 11-м доме. Гороскоп смотрим против часовой стрелки. Против. Вот сюда. И вот она, Луна. Подводите к ней, и там пишет прям Луна. И вот она в Тельце в 11-м доме. В 11-м, потому что 11, следующая циферка 12, и то пространство, которое между ними, это и есть дом Луны. Понятно? Ну, вот. Я сейчас еще раз показала. Поставьте плюсики. Кому понятно, пока я не ушла отсюда. Давайте еще одну посмотрим. Вот, Валерия. Давайте еще одну посмотрим. Одинарная карта. Ну, что ж такое? Одинарная карта. Ноль третья, ноль пятая, девяносто семь. Кстати, Валерия, это не вы мне написали про спорт? Там, по-моему, вам такие нагрузки нужны. Не такие, как Овна. Не интенсивные, а чуть более медленные. Вот, Луна. Смотрите, прям в пространстве первого дома. АС, видите, первый дом, второй дом. Луна в первом доме, потому что она между первым и вторым. Она в пространстве первого дома. Понятно? У меня Луна, Водолей в третьем доме. Супер. Скорее всего, так и есть. Все, плюсики пошли. Окей. Продолжаем дальше. Возвращаемся к нашей табличке. И показываю вам, как работать с проработкой Луны. Как работать с проработкой. Вот мы дошли до тавтологии. Открываю чат. И сейчас буду прям с вами разговаривать. Смотрите. Вот у Полины Луна в одиннадцатом доме. Творчество, астрология, блогерство, дружба. Блогерством она точно занимается. И на этом она отдыхает. Представляете? Вот как ни странно, на этом она отдыхает. Прям кайфует. И когда она начинает загоняться, что мне сложно вести сториз там или что-то еще, ей нужно просто чуть больше солнца в себя впрыснуть энергии, да? И дальше продолжать делиться, блогерствовать. Или, например, Алина, у которой в седьмом доме Луна, да, Алина, если я не ошибаюсь? Или у тебя солнце в седьмом? В третьем. Вот, Луна в третьем. У кого-то тоже здесь была Луна в третьем. Новое обучение. Ну, Алина. Ну, каждое новое обучение. Ну, это же чистый кайф, да? Правда? Это же так хочется. Это же вечный ученик. Или новая машина. Ну, я уверена, что это прям тебя бы расслабило. Вот это самое главное. О, Мила пришла. Вот это самое главное. Так, девочки, что значит полный чек-ап? Ага, что значит полный чек-ап? Я сейчас угадаю, где у вас... Так, сейчас выключу. У всех все выключу. Я сейчас угадаю, где у вас Луна. Почему вы меня спрашиваете про полный чек-ап? Ой, девочки, вас уже так много. Я даже не ожидала, что у вас так много будет. Спасибо. А я сейчас, кстати, красилась, собиралась домой. Никто не придет. Ну, так, пожертвила и пошла. Ой, еще кто-то пришел. Значит, полный чек-ап. Вот он, в шестом доме. Смотрите. Полный чек-ап – это когда вы, например, говорите себе, значит, я обязательно в июне должна пойти сдать кровь. Просто посмотреть, что у меня там с гемоглобином и так далее. А в июле я схожу, например, на чистку зубов. А вот в августе, перед первым сентября, я сделаю себе полный чек-ап. Проверю все гормоны, проверю все суставы, схожу, сделаю УЗИ. Вот я, например, в прошлом месяце, ну, это не для Луны, у меня там есть другие, да, моменты. Я делала все УЗИ. Все сделала, девочки. Всю себя просветила, просканировала, узнала, где у меня что и как. То есть полный чек-ап – это именно просмотреть, уделить внимание своему здоровью. Понятно? Поставьте плюсик, если вам понятно. Окей. Давайте свои примерчики, потому что я пишу всегда суперкратко. Я не люблю раздувать, и мой сленг не всем понятен. Все, всем понятно. Но пишите свои какие-то данные. Ну, давайте про меня, например. Вот у меня Луна в первом доме. Улучшить внешность. Девочки, регулярно, постоянно, особенно сейчас, я начала этим заниматься, и я чувствую себя лучше. То есть давайте еще раз. Что позволяет проработка Луны? Не сливать свою энергию. И здесь можно даже на мою табличку с другой стороны посмотреть. Если вы собираетесь кому-то продавать эти данные сегодня и консультировать кого-то, вы можете сказать так. Идти от обратного. Смотрите. Перводомная Луна. Показывать себя миру. Каждый раз, когда ты затворничаешь дома, ты сливаешь свою энергию. Алина. Тритидомная Луна. Общение с братьями и сестрами. Каждый раз, когда ты ругаешься с братом, ты сливаешь свою энергию. Дальше. кто у меня был шестидомная луна каждый раз когда ты мало спишь ты сливаешь свою энергию дальше 11 домная луна у меня была каждый раз когда ты не занимаешься творчеством полина долго а что такое творчество девочки почему-то все приходят играть творчество да я ненавижу рисовать да вы не рисуйте да вы идите станцуйте да вы идите спойте вы идите языки поучите да да вы идите стихи почитайте он у меня ахматова стоит регулярно понимаете сажусь и давай себя гонять вот по стихи вслух пожалуйста тоже творчество авось полина потом возьмет и напишет стихи тоже прикольно поэтому идите еще в моих табличках иногда от обратного каждый раз четверодомная луна когда вы покупаете готовую еду вы сливаете энергию потому что вам крайне важно домохозяйничать ставьте плюсики кто сейчас меня понял десятый дом отлично обожаю все десяти домные луны каждый раз когда вы засовываете свое мнение так как это сказать не грубо поглубже подальше не демонстрируете его вы сливаете свою энергию потому что женщины с десяти до о десяти дом еще и лев людмила вы сегодня наша героиня каждый раз эльфа а что это у вас такое имя красивое а ну-ка пишите где ваша луна это это ваше имя слушайте у нас со вчерашнего дня тенденция в красивые имена десяти домная луна каждый раз когда вы вот прошел год у вас от дня рождения до дня рождения или от нового года нового года вы садитесь подводить итоги и думаете какую социальную роль в этом году я освоила то есть я там мать жена дочь руководитель на своем там предприятии какую еще социальную роль я освоила чушь я публично не выступила ни разу почему я не начала инстаграм вести то есть каждый раз когда вы сливаете свои возможности по социальному росту вы теряете свою энергию евгения вы рассчитали луна в четвертом дое мне действительно нравится быть дома готовить много вкусностей супер алсу это факт и давайте еще посмотрим на ваш четверо дом на луну улучшение родственных связей ищите своих родственников составляйте генеалогическое древо каждый раз когда вы говорите все с двоюродным братом или староюродным он козел мы с ним больше не общаемся вы сливаете свою энергию то есть когда вы что-то решили эта программа начинает вашей голове работать и вы даже сама не замечаете как вам с каждым днем все хуже как-то скучно потом вы такая вспоминаете ой астролог же говорила что мне надо и пошли мириться с братом и сразу фонтан энергии окей эльфа называют близкие если я правильно поняла но нам 10 доме скорпион луны в скорпионе слушайте девочки вообще счастливчики в этом мире в этой жизни сейчас ваше время идет время возможности время надрыва время трансформации так что вам точно надо в астрологии чтобы себя лучше понимать и да кстати к всей красной нитью нашего повествования всегда идет самое главное если вы себя знаете если вы свою инструкцию по пользованию самой себя читаете то вы живете гораздо лучше и не стремитесь к тому чтобы обойти всех психологов астрологов консультантов и так далее учитесь делать это сама вот как я уже приводила пример я да я его не допровела мне предложили быть йога течи но они не расписали ну я сначала загорелась из-за выгоды в деньгах потом отказалась они так и не смогли мне объяснить что мне это даст что я буду делать да после того как закончу девять месяцев учиться как я могу это применить я так этого и не поняла поэтому я это не купила хотя уже была вот в одном шаге от покупки поэтому свои деятельности тоже учитесь продавать и получите сегодня на моих знаниях на моей информации продайте кому-нибудь консультацию обязательно напишите мне лифте или в телеграм или в инстаграм отзыв но я вернусь про восьмой дом и про двенадцатый на это кстати не просто так потому что это самые два сложные дома о про 12 это мило спрашивает мило моя подружка специально для тебя попробовать тайную жизнь девочки это супер интересно двенадцатидомные луны обожают что-то от кого-то скрывать вот это прям их тема и например мило может писать своему соседу я знаю что она живет в сочи в доме где есть соседи она может писать ему любовные письма кидать ему в ящик и делать вещи что это не она девочки это тоже элемент игры который сильно поднимет ее энергию если говорить от обратного каждый раз когда мило показывает душа нараспашку она энергию сливает каждый раз когда она например посмотреть дневник мечтаний каждый раз когда она говорит ой хера мечтать вот эти все доски желания вот эта вся ерунда не работает она энергию сливает до маша вот улыбается маша понимаешь что мира где мило у нас вообще почему она без камеры почему-то женщина без камеры почему она мне не машет мило давай хотя бы плюсик напиши я понимаю что скорее всего ты от нас сейчас скрываешься может и там в неглиже ой боже я уже как павел андреев все пошла вот это черные шутки шутить принять про восьмой дом расскажу луны это правда супер важная информация про восьмой дом решить несколько проблем можно и сначала создать это вообще ваша сфера жизни кстати как у эльфы у которой скорпион проявлены скорее всего она очень любит создавать в жизни проблемы а потом из них вы хотите радоваться что я вы смотрите такую проблему решила и за кадром останется то что она ее сначала создала на решить несколько проблем лучше одновременно о чем это это о том что восьмидомные луны иногда должны жить в очень жестком напряжении им вообще не надо жить спокойно ну так же как и скорпионом избавиться от привычки сейчас у меня в терапии девочка которая бросила курить боже сколько там радости девочки сколько там радости сколько там счастья и сколько там энергии а влиться в эзотерику восьмидомная луна не имеет права оставаться в стороне от темы эзотерики потому что вы вообще ведьмы все скорпионы все восьмидомные луны вообще ведьмы поэтому вам обязательно нужно в своей жизни это распаковать так что вы мне пишите очень все понятно спасибо на работе я устаю дома с удовольствием отдыхаю вот отлично правильно так и есть четверодомная луна отдыхает дома луна в раке во втором уже читаю табличку так луна в раке во втором вот пожалуйста своя недвижимость знаете в детстве если у ваших деток луна во втором доме учтите что им важно иметь какую-то свою комнатку какой-то свою даже не комнату а имущество свое не трогайте их имущества а если у них луна в четвертом дайте им личное пространство какое-то еще луна во втором доме правильное питание супер важно для вас тут даже не про чекап тут именно про диету и именно про то что ставить себе какие-то условия ограничения вот это я не ем вот это я ем вот эта игра вам очень подходит так у бывшего луна в 11 в козероге ты сказал что козлы чистые козлы все сто процентов козлы выдыхай ты не ты не зря так про него думала я как раз на этом месте зашла в чат значит и тебе всегда я не дома и одета мило пишет я не дома и одета наполняясь энергию прячется от вас вот хорошо молодец такой вопрос строила натальную карту по которой у меня луна в двенадцатом доме водолеи об тут по этой карте луна в первом доме в рыбе запуталась теперь я по моему вот вашу карту строила смотрите у вас там . стоит прямо на куспиде первого дома она чуть чуть даже ниже я считаю что здесь нужна ректификация либо диагностика в чем заключается диагностика ответьте мне сейчас в чат если у вас луна в двенадцатом доме то вы как мило любите прятаться если у вас луна в первом доме то вы как я любите вот это вот бла 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 на на публику напишите что для вас ближе это будет диагностика вашей луны полина пишет евгения получается действие солнце помогает накопить энергии генерить полина как спорт ты когда спортом занимаешься ты устаешь или наполняешься энергией сто процентов наполняешься энергии ты если спортом занимаешься неправильно тогда ты устаешь согласно если ты неправильно нагрузку подобрала и так далее вот здесь тоже самое смотри твое солнце в рыбах и ты абсолютно точно гуляя на природе будешь наполняться если ты будешь следуя моде сейчас же модно поставь себе нереальные задачи призови себя в армию да как родислав гандапас кстати вот это эльфа это вам подходит родислав гандапас вашим солнцем скорпионе загуглите нают в ютубе призови себя в армию прям сделайте что он там говорит вам подойдет если полина будет делать вот так как говорит гандапас это супер модно но полина выгорит моментально это как неправильно заниматься спортом если я понимаю что мне весь фитнес и йога подходит но прекрасно понимаю что я например значит есть такое упражнение табата все это для меня смерть все я бы я просто легла умерла сразу после нее хотя она делается 35 минут вот действие луна помогает отдохнуть действие луна помогают отдохнуть и не сливать еще раз давайте полина 11 домная луна если она не дружит а конфликтует в постоянном конфликте с соседкой который мусор под дверь подбрасывает то она постоянно каждый день эту энергию сливает понимаешь от противного идите вот я здесь написала 11 домной луне хорошо дружить не дружить сливать так луна в пятом доме в рыбах ой люблю таких домных тоже людей смотрите много общения с детьми это от общения со своим внутренним ребенком до того чтобы выйти устроить детский праздник у себя во дворе до того чтобы как раз эту конфетку все время в кармане держать и каких-нибудь детей угощать кстати мои дети не возьмут от незнакомых людей конфетку ну давайте так комплимент какой-то нет недавно какой-то дедушка проезжал на мотороллере и моей дочке сделал комплимент и мы теперь ищем этого педофила понимаете всем районам то есть это тоже это тоже плохой пример давайте много подсказывайте мне в чате где моя мира которая всегда моя консультант подсказывайте мне в чате что как можно сейчас экологично много общаться с чужими детьми и при этом не просто не прослыть педофилам играть в лотерею супер всегда вообще вы для вас игра для пятидомной луны это всегда будет супер теперь от обратного новое хобби если вы долгое время не позволяете себе заниматься ничем кроме работы вы энергию сливаете понимаете да ближе общение валерия которая ближе общения у вас передомная луна поэтому смотрите все по первому дому мира солнечные асцендентной 9 делает массаж я слушаю а хорошо давай тогда подсластим твоей солнечной асцендентной 9 солнечная дева массаж ей прекрасно пройтись по врачам прекрасно искать у себя болячки потом отвергать диагнозы прекрасно искать у других болячек еще лучше пусть сейчас твоя солнечная дева посмотрит на тебя и скажет мира у тебя синяки под глазами тебя скорее всего почки или печень у моего дедушки так было то есть вот когда девы вот так себя ведут они себя офигенно чувствуют солнечные окей девочки мы выбиваемся из тайминга я так и знала что я сейчас уйду куда-то не туда и пишите мне что вы уже используете солнце в шестом доме в скорпионе я пропустила солнце в шестом доме скорпионе мы вернемся если вы пропустили мы вернемся скорпион шестой дом не буду сейчас трактовать я я по солнцу вам не усложняю но в скорпионе острая дискуссия это такой это ксения собчак ксении собчак кого-то обосрать с кем-то погавкаться это же вообще милое дело согласитесь она этим живет девочки она так генерит свою энергию что меня плохо слышно вас такие задумчивые лица слышно все вы просто прямо на ксении собчак все подзависли дальше новое свидание ну для скорпиона пойти пощекотать себе нервы любит не любит плюнет поцелуй это вообще чистый кайф ситуация больших денег но это тоже мой сленг смотрите когда скорпион идет в какие-то большие перспективные денежные проекты он всегда там набирается энергии скорпиону топтать воду в ступе вообще не интересно работать за маленькую денежку вообще не интересно понимаете так солнце в раке в первом доме первый дом не буду трактовать солнце в раке обязательно готовьте кушать евгения луна в четвертом доме если иногда заказывать готовую еду нельзя да сливаете нет готовьте сама себе нет можно знаете заказать чужую еду опошлить ее сказать что она ужасно отвратительно невкусно все-таки лучшая кулинарка и на этом порадоваться так поехали дальше проект энергии разобрались предназначение предназначение девочки это новая религия это на самом деле так в нашем мире сейчас это супер классно продается все говорят о предназначении все еще путают его самореализации все говорят о том что они могут помочь с поиском предназначения сегодня мы не будем так глубоко копать я могу сказать что на обучении я часто рассказывали бы на семинаре у астрологов тоже рассказывал что предназначение бывают разные бывает материнское предназначение то есть сколько детей мне суждено родить сколько из них я буду воспитывать даже даже про аборты это тоже предназначение материнское Бывает предназначение профессиональное, кем я должна работать, на каком месте я максимальную пользу людям принесу. Я сегодня буду говорить про астрологическое предназначение, как про уникальный опыт души, для которого вы пришли. Его еще иногда называют кармическим. И для этого мы тоже нырнем с вами в карты. Сейчас опять буду показывать. Смотрите, помашите мне Маша. Маша так слушает, как будто первый раз. Маша, обожаю таких слушателей. Видно мой экран? Окей. Предназначение – это северный узел гороскопа. Выглядит он вот так. Раху, истинный. Красиво звучит, да? Это чья у нас карта? Это, по-моему, Валерия. У Валерии предназначение в Деве, в седьмом доме. У кого как, смотрите. Прямо вот сейчас поизучайте. Давайте, если что, пройдемся по вашим картам. Потому что, может быть, опять же, девочки, призываю вас, просто умоляю. Не заставляйте меня разбирать всех. Разбирайте себя сама. Чтобы вы на всю жизнь потом об этом знали и запомнили. А для тех, кто хочет глубже нырнуть в предназначение, у меня, наверное, нет этой книжки. Но почитайте «Селеста Тиль». «Селеста Тиль. Лунные узлы в гороскопе». Я ее всегда советую, никогда не беру ее конспект и всегда ее просто цитирую. Считаю, что это человек, который лучше всего разобрался в узлах. Давайте вот Полину, да, по-моему, Полина у меня близко где-то была. Кто-то разобрался со своими узлами? Посмотрите, кто-то видит. Так, вот Валерия посмотрела. Элеонора. Быстро-быстро пройдусь. 20.02. Ну, она и ректифицирована, Элеонора, да? Прямо точное время. Элеонора. Северный узел во втором доме. Будете богатой. В Овне. Вот, смотрите. Дальше. Девочки, запоминайте сами. Сейчас просто буду бежать по тексту уже. Не люблю задерживать. И хочу еще дать вам возможность поговорить со мной. Так, Полину смотрю. Еще раз, видите? Все завожу. Полина, северный узел. Вот он, в 12-м доме. Поздравляю. Вот, видите? Вот он, такая подковка. Раху называется. Теперь каждая себя посмотрела. Будете мне только сейчас писать. Сейчас посмотрю, что-нибудь еще там накидали. Ага, нет, как он выглядит, еще раз покажите. Вот он. Раху. Смотрите, такая подковка. Вот есть еще вот такой. Он перевернут наоборот. Это Кету. Вам это не надо. Это вообще долгий разговор сейчас будет про прошлое в вашей жизни. Ну ладно, Полине скажу, она была врачом. Вот, смотрите. Видите? Вот Раху, девочки. Ну вот. Когда ныряем обратно в конспект. Читаем. Предназначение – это новая религия. На самом деле сейчас уже невыгодно верить в Бога. Ну как невыгодно? Это всегда действительно истинные порывы души. Они очень важны. Но если вы еще очень сильно верите в себя, и что вы не просто так родились, вы добьетесь гораздо большего. Я вам скажу, что мое одно из предназначений супер важных – это астрология. И когда я начала заниматься астрологией в полный рост, я очень сильно изменила свою жизнь. Я довела до идеала свои отношения, денежные позиции. Ну кучу-кучу всего. И, конечно, бонусом на меня свалилось огромное ведро хейта. Ну мне все равно. Я как бы нормально это выдерживаю. Итак, северный узел вашего гороскопа. Вы уже такие почти астрологи. Дом, где он находится, показывает на ответ, где. Где ваше предназначение, в какой сфере. Знак зодиака, в котором находится ваш северный узел, отвечает на вопрос «как». То есть где я должна воплотить предназначение своей души, уникальный опыт своей души, и как, через какие энергии я должна это сделать. Теперь я прям ловлю шквал ваших вопросов. Сейчас буду на них отвечать. И потом отдельно мне скажете, скинуть ли вам презу. Может, она вам не нужна. Может, вам и так все понятно. Итак, Раху в 10-м доме. Знак напишите, Лариса. Раху в 10-м доме. Стать социально значимым. Ни в коем случае не отрицать свою карьеру. Просто это суперважно. Сделать карьеру. О, понеслась, понеслась. Сейчас, сейчас, подождите. Полина, не пиши, потому что я тебя помню. У тебя Раху, северный узел в 12-м доме в Овне. В Овне. 12-й дом. Освоить космические масштабы в любой деятельности. Это про интернет. Это про то, чтобы делать что-то на YouTube выкладывать, чтобы не было ограничений по просмотрам. Весь мир может смотреть меня. Это вопрос, где во вселенной реализовать свои умения, профессиональные навыки. А вопрос, как знак Овен, как активно. То есть Полина пошла с деревьями, пообнималась и побежала заливать видео на YouTube. Активно. Пропагандируя, что Овны делают. Заставляя всех. Вот она и заставляет, кстати, меня спортом заниматься. Дальше. Поехали по вашему Раху. Раху в 5-м доме Скорпион. В 5-м доме. Где? Дети и творчество. То есть я вкладываю энергию в детскую сферу и в творческую сферу. В Скорпионе как? Я их трансформирую. Скорпион вообще отвечает за трансформационные динамики. То есть я помогаю детям выйти из кризиса. Я помогаю людям рисовать картины и лечиться от алкоголизма. Понимаете? Чего сейчас у меня был алкоголизм? Это понесло. Я не знаю. Но неважно. Дальше. Раху в 5-м доме Скорпион. Раху 10-й дом рыбы. 10-й дом. Карьера. Социальные рыбы. Через мягкость. Через психологию. Через природу. Например, стать. Вот у меня есть хорошая знакомая Оля Мгелатца. Вот она покупает кедры, девочки. Кедровые рощи. Вкладывает в природу и делает это социально значимо. Понятен этот пример? Дальше. Второй дом Скорпион. Стать богатым и здоровым. И через Скорпиона, через преодоление сложностей, через преодоление трудностей. Стать богатым. Буквально Скорпион любит биржи, инвесторские проекты, банковскую сферу. Открыть свой банк. Да почему нет? И, кстати, сразу вам скажу, если для кого-то ваша задача кажется супермасштабной, девочки, вы родились сюда с этим показателем. Вы совершенно точно принесли сюда все ресурсы, чтобы у вас это было. Вопрос в том, что вы для этого делаете каждый день. Если вы идете и выкладываете видео на YouTube, то вы шаг за шагом придете к большой известности. А если вы вместо того, чтобы выкладывать и снимать видео, идете гавкаться с мужем, ну, конечно, вы придете в тупик. Дальше. Во Льве. Во Льве через публичность, но... А, во Льве это Лариса мне написала. Сейчас посмотрю. Я что думаю. О, Десятый дом и Лев. Публичность. Рассказывать о себе, о своей миссии, объединять людей. Рассказывать о своем опыте. Это будет суперважно. И постоянно наращивать свои социальные роли. То есть постоянно становиться в мире кем-то, в социуме кем-то. Так, Раху в четвертом доме Скорпион. Четвертый дом. Развивать семейные ценности. Где? В семье. Как? Через Скорпиона. Разрушить и построить новое. Заводить новые семейные традиции. Вот у моих родителей не было традиции, а у меня будут. В семь часов все... Даже если вы заболели, даже если вы умерли, пришли на ужин. Понимаете? Вот в таком каком-то контексте. Через создание нового, через разрушение старого. Раху в шестом доме. В шестом доме научиться служить обществу и идее. Знаете, для меня, например, это больше всего олицетворение профессии врача. Вот как Полина раньше была врачом в прошлой жизни. То есть врачи, они совершенно точно служат обществу, потому что зарабатывают они деньги или нет. Врач – это такая штука. Ты встал среди ночи и побежал кого-то спасать, да? Даже если ты просто роды принимаешь, ты побежал. Или там у кого-то что-то заболело, ты вскочил, побежал помогать. Ну, врачи не могут остаться в стороне. Ну и много работать, кстати. Раху в десятом доме в Ольве, да, я ответила. А Раху во втором доме Овин. Второй дом. Стать богатым и здоровым. Овин через напор, через скорости, через деятельность, активную деятельность, девочки. Вот это суперважно. Не сидеть и ждать, пока я стану богатой, что-то для этого делать. Но это про бизнес, сто процентов. Вот ваша эльфа, вы про бизнес. Есть у вас бизнес? Напишите. Если у вас нет бизнеса, срочно, срочно просто делать, потому что вы зачем пришли с такими показателями? Ну вот наверняка для того, чтобы это воплотить. Вам сто процентов дали все ресурсы. Это Лаура или Лаура, красивые имена. В десятом доме в Деве. Десятый дом Дева. Десятый дом, социально значимая карьера. Дева – это про системность. Например, вы прописываете сама себе график, как вы будете добиваться. Вот вы пришли помощником бухгалтера, потом бухгалтером, потом главным бухгалтером, потом, как я, управляете группой бухгалтеров, потом делаете аутсорсинговую фирму и так далее, и так далее. То есть поэтапно растете. Вы как овны не прыгаете. Квантовые скачки не делаете, вам не надо. Дева в седьмом доме, Валерия. Поздравляю вас, как у меня, научиться. А, Полин, почему я тебе сказала поздравляю? Потому что тебе хорошо бы эмигрировать за границей, жить не там, где ты родилась. Дева в седьмом доме. У вас, как у меня, научиться жить в паре. И научиться жить в паре по правилам и с пользой. Это ужасно трудно. Раху в шестом доме рыбы. Шестой дом про служение рыбы. Во многом про религию и про психологию. Станьте врачом-психологом, будет очень полезно. Или идите хотя бы в астрологи, будете тоже помогать людям. Женя, у меня вроде раху не вовни, я запуталась. Полин, я тоже. Посмотри карту. Эльфа, бизнеса нет, но есть куча идей, смелости не хватает. Эльфа. Вы же солнечный скорпион? Ну, помашите головой, я вас вижу. Вы, по-моему, солнце у вас в скорпионе. Или солнце, или луна? Лаура пишет, что очень медленно водолей. А что у вас в скорпионе? Так, поясни раху в рыбах, там только психология, что-то еще. Раху в рыбах, рыбы, религия, природа, психология, созерцание, какие-то спокойности, медитация. Можешь записывать крутые медитации и создать свое приложение по медитациям. Будет очень круто, будешь как Саша Беликова. Луна в скорпионе. Луна в скорпионе? Девочки-астрологи, посмотрите на меня. У нее луна в скорпионе, она говорит, что у нее смелости нет. Мы сейчас смеемся все в голос. У вас смелости, если нас всех собрать и на 10 умножить, вот столько у вас смелости. У вас есть вторичная выгода, Эльфа. Вы зачем-то это не делаете. Вторичная выгода – это когда мы сами себе портим жизнь, знаем это, понимаем, знаем, как надо и нифига не делаем. Поэтому поговорите с собой сегодня, скажите, что, с ума сошла? Это вообще что за поведение? Ну-ка быстро бизнес делать. В рыбах солнце. Тем более помолитесь Богу, пусть он вас наставит на путь истинный. Бегите в бизнес. Так, давайте посмотрим. Полина запуталась? Может быть, еще кто-то запутался? Я сейчас вам покажу. Полина, это твоя карта? У тебя в близнецах. Я тебе сказала активно выкладывать, а ты рассказывай. Слушай, ну ты это все делаешь. Ты на YouTube видео выкладываешь, рассказываешь? На YouTube выкладывай. А, то есть ты спряталась в свое приложение? Спрятала от всех все. И там что-то рассказываешь на маленькую публику. Сегодня же выложи одну тренировку на YouTube. Поставь хэштеги «всмотреть всем». Смотреть до конца что-нибудь такое провокационное. Поставь обязательно хэштеги на английском. Обязательно. На французском и на испанском. Я сейчас не шучу. Ты вообще должна прийти в точку «Человек мира». Маш, ну скажи, у нее солнце в рыбах. Раху в 12-м доме. Да это просто настоящая такая Анжелина Джоли, понимаете? А она сделала себе такой маленький этот мирок. Спряталась туда и сидит там. Нормально ты зачем? Девочки, зачем вы берете такие гороскопы, если вы приходите и нифига не хотите их отрабатывать? Скажите, пожалуйста. Зачем вы их берете? Для чего? Ну отдали бы их кому-то другому. Я вам в конце расскажу такую историю. Астрологическую. На земле есть целая очередь из душ, которые хотят воплотиться. Ой, на земле, на небе. Воплотиться на землю. Вот целая очередь из душ. И они все проходят отборники и попадают в очередь следующую, которые точно воплотятся на земле. Но там тоже делятся, кто воплотится человеком. А кто-то кошечкой. А кто-то деревцем. Понимаете? Вы выстояли вот эти две очереди. У вас есть ручки, ножки. А теперь вы сидите и вместо того, чтобы делать то, что вы можете, то, зачем вы родились, то, для чего вы вот это вот все делаете, вы сидите и выкладываете в закрытый доступ свои шикарные тренировки. Я вас не понимаю просто. Да, Маша? Маша уже такая, когда это закончится. Все, Маша, закончилось. Вам понравилось? Напишите мне плюсики, если вам понравилось. Это раз. Во-вторых, вы знаете мое правило обмена энергии. Я исправлюсь, да, Полин, сегодня я жду со всеми хэштегами. Напишите мне, очень понравилось. Спасибо. Да, напишите мне, пожалуйста. Спасибо. Я вас, естественно, приглашаю на полный курс астрологии. На самом деле, это не курс, не обучение. Это целая терапия. Девятинедельная. Стоит он 110 тысяч. Начинаем мы 7 июля. И я не беру всех подряд. Я беру только по собеседованию. На собеседовании можно записаться. Да, спасибо, пишет. Либо вот здесь, на WhatsApp. Либо в любой соцсети. И что сегодня я еще попрошу. Да, у нас в эфире, девочки знают, есть традиция, когда каждое спасибо – это тысяча рублей. Поэтому я сегодня вовсю зарабатываю. Но с вами делюсь. Все, что вы мне даете, я даю вам обратно. Напишите мне, пожалуйста, в Телеграм или в Инстаграм благодарности. Я хочу прям заспамить сегодня. Мне нужно поднять свой уровень энергии, потому что он у меня немножко падает. И я буду всю неделю в своем отпуске вспоминать, читать, радоваться тому, как мы с вами классно сегодня пообщались. Поэтому очень-очень вас прошу, призываю, в Телеграм или в Инстаграм, в комментарии, в Директ, неважно, отзыв. Я вас благодарю за то, что вы высидели целый час. Я вас поздравляю, что вы мини-астрологи. И я прошу вас понести эти знания дальше. Сделайте сегодня кому-нибудь консультацию. Хорошо? Принесите людям пользу. Все. Пока.